ну что ж здравствуйте здравствуйте всем друзья наверняка кто-то не знает кто-то там на канале меня смотрит кто-то смотрит тем не менее имеет смысл во первых поговорить немножко наш тему мы сегодня будем поговорить поговорить про особенность фриланса что вообще у нас происходит нас с ним какие приблизительные перспективы стоит ли туда идти не стоит и так далее и так большое вам в первую очередь спасибо за то что мы на утренний семинар собрали аж больше 700 участников и понятно что конечно не все сейчас смотрят нас в реальном времени видно что интерес достаточно большой соответственно с моей стороны важно дать вам достаточно качественная подача материалов собственно как и всегда и спасибо за один предварительный лайк если кто меня не знает меня зовут владимир языков собственно уже представлялся я работал с компаниями сэвен это брать или два это из крупных так бывает поменьше и так далее с 2007 года я нахожу периодически на фрилансе ну вообще я в 2006 году начинал только учить всякие языки html css javascript и 2006 у меня был там первое большое задание на фрилансе там я получил 200 рублей а потом пошло поехало в принципе часть работы я получал именно на фрилансе и надо сказать что мое общение с фрилансом началось именно в то время то есть тут 11 лет назад за счет того что мой знакомый тогда еще мы занимались физмат школе при московском инвестиционном институте собственно это институт который я практически закончил значит он рассказал о том что на фрилансе можно неплохо заработать для того чтобы подарить подарки близким своей девушки и так далее и меня это очень сильно вдохновило потому что на тот момент я был практически еще даже не студентом и мне давали не такие большие карманные расходы не такие большие карманные деньги все таки у меня семья достаточно скромная поэтому я планировал как-то зарабатывать самостоятельно но вот данном случае фриланс мне очень сильно помог поэтому с 2007 года я нахожусь на фриланс с 12 у меня получилось так что очень много людей начало обращаться уже через сарафанное радио то есть кто-то по фрилансу уже там знаком со мной был кто-то из числа знакомых ну и так далее в общем дело пошло опять же в нескольких компаниях поработал какие-то связи появились с людьми начал общаться более детально ну и так далее поэтому тот принцип который сейчас распространен на фриланс в общем то является основой исполнитель ищет себе клиентов он уже не особо стал для меня работать потому что в тот момент ко мне люди начали обращаться самостоятельно и немножко трудно это называть фрилансом но тем не менее сейчас в настоящий момент я работаю из дома дом у меня практически на колесах но смысле я у меня съемная квартира поэтому в принципе не сильно привела к какому-то месту вот соответственно в каком-то смысле это мечта какого-то мечта некоторых людей и не могу сказать что многих работать из дома зарабатывать себе на хлеб но в том числе одна из моих удаленных работ с моей деятельности вы так или иначе знакомы собственно это сайт гибринс и мое преподавание и так то что нас сегодня ждет на занять мы сегодня поговорим про то является ли фриланс халявый дает ли много удобств является ли клеймом на всю жизнь и в реальности можно ли получить какую-то профессиональную деформацию при работе на фрилансе какие особенности начала вот сфере фриланса если какие-то минусы удаленной работы потому что в целом в комментариях к нашему вебинару еще не состоявшемуся я видела собственно чего плохого фриланса принципе все нормально можно работать удаленно может получать деньги и вот собственно эти особенности мы будем рассматривать некоторые побочные эффекты и касательно того насколько реально себя прокормить окей чего у нас не будет на этом вебинаре мы не будем разбирать особенности начала работы в смысле что что нужно сделать в каком порядке и так далее то есть мы в данном случае все вот эти технические особенности можем с вами перенести мы с вами можем перенести на как бы это сказать на отдельную тему трансляции потому что тема связанная с фрилансом достаточно емко иметь спрашивать почему сегодня без художника художники я полагаю что у нас начнутся завтра сегодня мне нужно было прям вот собраться и полностью погрузиться в тему содержания поэтому пока вот так касательно субъективности я буду рассказывать свой собственный опыт работы с фрилансом точно так же как и если мы будем вести какие-то вебинары по если кто-то другой был проводил бы вебинар по поводу фриланса окей есть конечно общие вещи и про них я в том числе буду говорить но имейте ввиду что тот опыт который я получил он индивидуальный и те выводы которые я сделал они тоже индивидуальны поэтому в вашем собственном опыте взаимодействия с фрилансом может появляться какая-то немного другая картина вас могут встречаться другие клиенты у вас может быть другой характер работы и поэтому то что я рассказываю может быть не применено к вашей ситуации в будущем но пока не мере моя задача проинформировать вас о том что есть и одно из самых важных одна из самых важных вещей я буду говорить в целом также про веб-разработку настоящий момент заводка сайтов и порталов всевозможных соц сетей является одним из быстро развивающихся направлений в области программного обеспечения поэтому в принципе эта тема может быть очень актуальна для многих тем не менее если вы занимаетесь разработка какого-то прикладного программного обеспечения доработки решений 1с и так далее возможно это немножко не для вас сразу предупрежу поехали друзья а вот ваше личное мнение что лично вы знаете о фрилансе ну вот если вкратце привлекает ли он вас какие мысли по этому поводу есть напишите в комментариях вкратце то есть нет смысла писать гигантские предложения потому что потратите достаточно много времени а нам после этого еще и проводить занять поэтому друзья ваше личное мнение и давайте начнем с терминологии окей я подожду буквально минут секунд 30 и мы с вами продолжим соответственно мне интересно ваше мнение почему вас что-то привлекает что что не привлекает хотели бы вы работать на фрилансе не хотели бы какие особенности видите если что-то зачем пришли что угодно то есть если у вас сложилось какое-то общее мнение ага отлично нестабильный заработок наездом не работать нравится а фриланс течение мысли заказчика простой работы в интернете не заработать нужно быть более-менее квалифицированным специалистом уже ничего думаю что начинающего фрилансер придется попотеть да эти мысли мы тоже сегодня будем разбирать хорошо спасибо за вашу обратную связь поехали перед тем как подойти к самой сути у нас есть три важных термина которые так или иначе нас касаются это фриланс это аутсорсинг и это самозанятость первые два достаточно близко находится а самозанятость в нашем смысле немножко в старании окей касательно фриланс часто под фрилансом понимают всевозможные биржи удаленного труда на которых вы оставляете заявку на то что вы хотите выполнить какую-то работу то есть вы видите список работ которые вам предлагают для выполнения и вы откликаетесь пишите свое предложение после чего заказчик может рассмотреть его и возможно выбрать вашу кандидатуру как исполнителя после этого вы договариваетесь о том соответственно какой будет порядок оплаты порядок сдачи работы ну и так далее после этого вы соответственно по выполнению работы получаете свою день это безумно удобно потому что позволяет нам работать из любого места и это правда правда хорошо фриланс представляет из себя несколько направлений вы можете работать наемным рабочим удаленно это значит что допустим есть крупная компания которая не в состоянии держать штат сотрудников у себя точнее считает невыгодным вариантом держать у себя штат сотрудников именно где-то в каком-то определенном месте и поэтому она ищет исполнителей для того чтобы они работали и бывают ситуации когда правда а бывает даже и средние компании предлагают вам услуги поработать за ежемесячную оплату наемным рабочим то есть как будто бы в штате но при этом вы работаете дома есть фриланс где вы работаете по проект на проекты могут длиться начиная с нескольких дней до нескольких месяцев и тут уже все зависит от того с каким акцентом будет у вас происходить работа то есть оплата может происходить постфактум и тогда вам нужно искать какие-то средства для того чтобы прожить все то время пока вы не получите собственно этих денег обычно это происходит в крупных компаниях которые в целом рискуют отдавая каким-то частным компаниям особенно маленьким работу они искуют времени потому что исполнители бывают очень разные и поэтому для них очень важно отдать оплату только постфактум потому что ну судиться все эти издержки занимают тоже лично лишнее время поэтому не стоит в эту сторону рассматривать взаимодействие лично для них дальше проект на работа есть и от частных клиентов когда нужно допустим доработать сайт и есть такое понятие как сайт под ключ или какое-то решение под ключ это значит что вы называете цену и именно эту цену вам выплатят по результатам вашей работы если вы неправильно посчитаете смету по проекту вы все равно получите ту же день тень ту же денежку это несколько более ответственная ситуация чем если бы работать в течение месяца и получать какую-то зарплату потому что обычно работники в крупных компаниях например первую очередь эти специалисты программисты очень сильно защищены от всевозможных проблем и невзгод и в целом спокойно могут себя ощущать в течение месяца то есть в принципе конечно нужно сделать какой-то объем работы но тем менее если вы условно сегодня поработаете 6 часов а завтра 5 может быть и даже никто не заметит поэтому на стационарной работе куда вы приезжаете есть некоторая такая доля инертности можно так немножко взял в текущем варианте работ бывает конечно прессует но это уже по другое ксения пишет я бизнес аналитикой и на основной работе занимаюсь как раз постановка и задач программистом так что заказчиком работать комфортно это здорово андрей пишет на мой взгляд это не то что дается самого начала и даже не у среднего уровня специалистов привлекает конечно очень еще волнует автоматизация в области веб разработки ну и уровень конкуренции а хорошо хотел бы узнать что это с чем идет хорошо ну посмотрите я буду говорить больше про особенности на фриланс про то что из это фриланс представляет можно говорить долго хорошо это некоторые мысли по поводу того что обычно понимают под фрилансом теперь поговорим про аутсорсинг аутсорсинг чуть более крупное понятие чем фриланс и она не связана с удаленной работой в первую очередь точнее не обязательно связано с удаленной работой аутсорсинг это когда компания допустим по пошиву китайских кроссовок понимает что ей считать бухгалтерию достаточно невыгодно ну просто потому что их собственных ресурсов не хватает нужно искать специалистов это достаточно муторное дело и поэтому она дает другую компанию на решение этого вопрос компания может заниматься бухгалтерии удаленно может приезжать в эту компанию крупную по пошиву кет уже самостоятельно и в данном случае обычно это отношение между юридическими лицами считайте это дальнейшее развитие фриланса дальнейшее развитие именно одного разработчика если не сидеть на месте то обычный специалист который приходит в сферу фриланса или просто в сферу обычной работы может перейти в статус самозанятого человека мы поэтому про это поговорим и после этого переходит может потенциально перейти в режим аутсорсинга может и сразу туда перейти когда вокруг него собираются люди знакомые которые могут ему помочь для того чтобы по сути брать целиковые заказы и сопровождать фирму сопровождать на течение всей всего времени жизни этой компании сопровождение в эти технологии она обычно наблюдается в поддержке сайтов доработки каких-то решений допустим публикации новых статей дополнительных элементах на сайте который будет появляться контекстная реклама и так далее поехали дальше соответственно аутсорс очень сильно оптимизирует современное производство и в целом ну на настоящий момент в россии если смотреть москва хоть и является все также мишенью для некоторых регионов ну кто-то приезжает в москву для того чтобы работать тем не менее появляется все больше надомной работы возможности работать удаленно и не точнее и одной из причин этого решения является как раз аутсорсинговой компании аутсорсинговая компания может привлечь вас как специалиста на фрилансе и вы будете работать за месячную оплату поэтому фриланс бывает разный фриланс фрилансу рознь первое это когда вы работаете по проекту получаете какие-то небольшие денежки второе это работа почасовая когда вы указываете сколько вы времени наработали но перед этим нужно задачу оценить что задача вот занимает у нас допустим два с половиной часа допустим сделать шапку на сайте какой-нибудь конверсионное меню вы говорите что ну вот два с половиной часа займет хорошо говорят тогда приступай у вас есть какая-то почасовая ставка и после этого вам предлагают собственно этот заказ выполнить и третий вариант это когда вы получаете какую-то ежемесячную оплату аутсорсинг позволяет добавить дополнительно организованную рабочую силу то есть вам не нужно формировать точнее большой компании не нужно формировать свой штат сотрудников не нужно их искать это здоровая конкуренция между участниками представляете вы получаете не только людей которые готовы выполнить ваш заказ но вы можете еще и посмотреть какое качество и какой послужной список у этих товарищей ну и плюс ко всему если для вас это была какая-то рутину то другая компания с удовольствием за это возьмется тем более что все бизнес-процесс у нее налажен касательно самозанятости это следующий этап после читайте наемного рабочего не каждый приходит в этот статус потому что не каждому это нужно это отдельные риски про них мы можем поговорить отдельно но все-таки я в статусе самозанятого считайте работаю если если официально то середина прошлого года я вот и по себе открыл а если говорить про то что я постоянно ищу себе какие-то заказы то это можно сказать год 2012 так что вот как то так самозанятость да обычно это либо и по либо маленькая частная фирма типа о Huawei там обычно небольшой уставной капитал в районе десяти тысяч рублей я не знаю сейчас может могут даже без уставного капитала надо смотреть но обычно человек сам находит себе работу сам же ее выполняет и в целом есть некоторые минусы в работе самозанятого человека потому что он не в состоянии выйти в отпуск Ну, то есть, если выходит в отпуск, то он на свои деньги. И в тот момент, когда он уходит отдыхать, по сути, все процессы приостанавливаются. Потому что обычно на самозанятого человека мало кто работает. Ну, не в том плане, что не хотят. Обычно самозанятый человек, который имеет сотрудников, это уже небольшая организация. Обычно самозанятый человек, это профессионал своего дела, в том плане, что поскольку человек сам может предложить другому человеку работу, точнее, свои услуги, значит, он хоть как-то их плохо выполняет. Хотя я видел людей, которые предлагали свою работу, но при этом качеством это не сильно отличалось. Ну, все бывает в жизни, это нормально. Хорошо. Перед тем, как говорить про особенности, давайте мы сейчас полностью покроем полный вариант аспектов с плюсами работать на фрилансе. И после этого мы будем говорить не скорее не про недостатки, а про особенности, с которыми нужно жить. Потому что в целом может возникнуть ситуация, ну вот вы покупаете новые туфли, например, они вам не жмут, все хорошо. Ну, какие у них могут быть недостатки, если правда их носить удобно. И за ними нужно ухаживать, да, они будут постепенно приходить негодность. То есть, так и с точки зрения фриланса очень важно внимательно относиться к тому, что у нас происходит в нашей работе. Итак, касательно плюсов на фриланс. Вы можете работать из любого места. Заработок по факту ограничен только вашей головой, ну и также вашим количеством времени, которое у вас есть на работе. И так называемый фактор – возможность работы на себя. Просто очень много людей в современный, в настоящий момент говорят про то, что давайте не будем работать на дядю, давайте будем работать на себя. Но есть интересная особенность, которую мы с вами рассмотрим чуть-чуть позднее сегодня. Итак, касательно особенностей фриланса. У нас есть некоторое разделение нашего труда на простую и сложную работу. Ну, например, простой работой в сфере веб-разработки можно назвать создание, допустим, посадочной страницы. То есть, нужно сверстать ее, допустим, по макету Photoshop, перевести в HTML страницу. И этого больше, чем достаточно для окончания работы. Возможно настроить отправки заявок с посадочной страницы на почту клиента. Ну и, в общем, за этим все. Иногда даже есть готовые шаблоны и просят просто по этим шаблонам сделать сайт. Такая работа может оказаться очень простой. Или, допустим, сделать какой-нибудь счетчик на сайте. Тоже работа часто достаточно простая. Для такой работы находится очень много желающих. На сайте fl.ru в прошлом году, когда я еще интересовался темой верстки страниц и иногда отзывался на предложение, можно было заметить в районе 70 предложений на создание одного сайта. 50. Потому что, в целом, чем менее квалифицированная работа, тем, естественно, больше желающих. И в связи с этим может возникать много побочных моментов. Когда есть много желающих, это несколько развращает нашего клиента. Потому что он видит, что, ну, типа, может с этим каждый справиться. Значит, можно с ним торговаться. И более того, если у меня с этим клиентом, точнее, с этим заказчиком что-то не получится, то я могу спокойно переключиться на другого. И не испытывать при этом никакие муки совести. Это знаете, как в современном интернете, в Ютубе, например, можно увидеть людей, которые ставят всякие дизлайки, пишут страшные какие-то комментарии, которые вряд ли они позволили бы себе в обычной жизни. И вот эта анонимность, она несколько тоже развращает. Потому что в этот момент люди могут вести себя совсем иначе. То есть, поскольку человек особо-то в лицо не знает, значит, можно вести себя немножко по-другому. Тони Арти пишет, что есть некоторые сезонные заказы. В том числе. Ну, будем разбирать. Хорошо. Илья пишет. Советую искать постоянного удаленного работодателя, который честно платит и не жадный и адекватен в общении. От заказа к заказу, без прокачанного аккаунта, ничего не заработает. На биржах огромная конкуренция. Будем разбирать, друзья. Это интересная тема. Но в целом, такие вопросы тоже решаются. Даже без прокачанного аккаунта. У меня друг жаловался, он занимается видеографией. Ну, то есть, снимает видео. И бывает, что ему подкидывают работу с фриланс, знакомая. У которых находится прокачанный аккаунт на фрилансе. Ну, то есть, много отзывов. Там много положительной истории и так далее. И вот он говорит, комплексует по поводу того, вот, мне нужен такой же прокачанный аккаунт. Ну, а на развитии его у него нет времени и так далее. Когда он будет получать эти работы, пройдет, наверное, много времени. Пока он прокачает свой аккаунт. Но я говорю, что, в принципе, можно работать и с обычным профилем на фрилансе. Про это поговорим. Итак, соответственно, для фрилансера. Какие у нас особенности? Поскольку желающих много, есть люди, которые готовы работать буквально за еду. И я встречал такие ситуации. Я абсолютно не алтарирую. Люди готовы работать за чашечку кофе. А может быть и просто сами по себе. Это полезная вещь, потому что на начальных этапах очень трудно привлечь своей кандидатурой. И я, когда мы с учениками разбираем темы по фрилансу, когда мы говорим про HTML, CSS, вертку и так далее, обычно приходим к ситуации, что неплохо было бы первые пять заказов выполнить бесплатно. Ну, три-пять заказов. Там уже все зависит от вас. В зависимости от того, в какой ситуации вы находитесь, сколько времени и сколько финансов вам теоретически нужно. В такой момент, соответственно, вы потихоньку себе нарабатываете базу клиентов. И это позволяет вам впоследствии работать уже с интересными предложениями. Соответственно, демпинг оказывается и минусом для тех людей, которые положили свою жизнь для того, чтобы профессионально разбираться в программировании, в разработке и так далее. Соответственно, те люди, которые демпингуют, по сути, очень мешают рынку. Это неудивительно, это нормально. Будьте готовы к тому, что клиент может выбрать другого исполнителя только потому, что он предложил ниже цену. Часто говорят, что скубой платит дважды или трижды. Уже не помню. Трижды. И здесь эта ситуация также работает. Поскольку есть много предложений и далеко не все из них являются адекватными по цене и затратам, люди, которые, клиент, который соглашается на достаточно низкие предложения по цене, сталкиваются с проблемами того, что что-то не предусмотрено было в техническом задании, поэтому вам сделали вот так, могут связаться с неклиентно-ориентированным исполнителем, то есть, человеком, который лишь бы как-то сделать, а на общение с клиентом времени люди обычно могут не выделять при достаточно дешевой работе. Или, допустим, это завал в сторону сроков. Опять же, можно проваливаться очень серьезно в этом плане. Ситуаций может быть очень много, поэтому, опять же, скупой платит трижды. Бывают ситуации, когда клиент встречается с человеком, у которого заниженная самооценка, и человек готов жить... Я вот, правда, реально встречал дизайнера, который предложил сделать 30-страничный буклет, и в конечном итоге даже сделал, за полторы тысячи рублей девушка работала... Дайте, чтобы не соврать... Две недели, причем сделала больше шести правок, причем очень солидных, по всем этим 30-ти страницам. И в итоге я... Ну, как бы, у меня сердце просто разрывалось, я ей в два раза больше заплатил, и то считаю, что это намного... Ну, это совсем маленькая работа. В смысле, совсем маленькая оплата. Ну, как бы... Это очень странно, очень странные люди. Конечно, есть люди, которые недооценивают свои возможности, и... Я считаю, что, если такие люди есть, то стоит... Очень важно все-таки хоть как-то оплачивать их работу по... по заслугам. Не знаю. Окей. Соответственно, бывает так, что при работе вам могут предложить очень невыгодные условия. Например, один из вариантов был такой. У меня был потенциальный клиент из Беларуси, и... за 5 тысяч рублей, ну, или сколько там, да, он предлагал работу, где было понятно, что там нужно трудиться несколько месяцев. Соответственно, такие вещи очень... очень забавные бывают. И при этом человек спрашивал. Вот, окей. Вот вы там назвали большой ценник, а скажите, чем ваше решение, да, лучше, чем... чем другие. Вот мне, допустим, предлагают выполнить вашу работу за тысячу рублей. И вот, знаете, в такие моменты предлагать решение, конечно, полезно, да, написать все особенности, чтобы человек, если даже и выберет другого исполнителя или более дешевого исполнителя, может быть, там, не знаю, по качеству, тут большой вопрос, чтобы просто знал, за что вообще обычно берут деньги. Тут очень разные варианты могут происходить. Но, тем не менее, вероятность того, что если человек говорит более низкими порядками денег, вряд ли его получится отговорить, ну, скорее всего, где-то в процентах 80 случаев от соблазна заплатить меньше и якобы получить больше. Слэш спрашивает, про ценник за верстку поговорим? Скорее всего, на следующем занятии, потому что про... Ну, если будем говорить про фриланс, если будет интересно, потому что про особенности старта работы на фрилансе мы будем говорить уже позднее. Сейчас мне важно поговорить про основные принципы. Но, опять же, могу ответить потом, под конец занятия. Сейчас важно поговорить про основные принципы. И самый важный принцип принимать для решения работать на фрилансе. Если принимать, то с чем можно столкнуться? Именно этому посвящен, в первую очередь, наш вебинар. Поехали дальше. Касательно выводов для фрилансера, которые делают для себя исполнители. Поскольку есть заказчики, некоторые жадные, бывают, я не говорю, что все. Поскольку есть люди, которые не готовы... Бывают, что люди готовы просить больше, очень много работы сделать за небольшие деньги. Очень важно удостовериться в платежеспособности клиента. И, соответственно, постараться брать с него предоплату. Хоть какую-то. Хоть 10%, хоть 20%. И дальше у нас начинается второй круг особенностей лично для клиента. В зависимости от тех выводов, которые сделал фрилансер. Сейчас будем разбираться. Дальше. Желательно, конечно, отказываться от невыгодных условий. Потому что, если соглашаться на все, в итоге, ну, может показаться поздно. В том плане, что если из года в год соглашаться на невыгодные условия, есть вероятность того, что вы как специалист или профессионал не сможете работать. Либо просто не хватит денег для того, чтобы развиваться, там, за семью платить, может быть, за квартиру или что-то еще. Либо будут предлагать достаточно простую работу. Постоянно. Принимать про безнадерги. Ну, если правда у вас там финансовая ситуация и семейное положение оказывается таким тяжелым, что просто других вариантах нету, ну, окей. соглашаться можно. Либо все-таки найти себе постоянную работу. На постоянной работе потенциально вы можете заработать меньше, чем на фрилансе. Но, опять же, тут смотри, какие заказы искать. Ну, и предложение, соответственно, работать за еду на начальном этапе. В первую очередь, для того, чтобы хоть какие-то контакты себе получить. Особенности для клиента. Все в зависимости от того, что, какие выводы сделал фрилансер. Во-первых, предоплату давать это такое. Очень сомнительно, потому что на фрилансе, помимо тех исполнителей, которые есть, у вас в качестве, ну, не скажем, коллег, скорее тех людей, которые будут также предлагать выполнение работы, как и вы, найдутся люди, которые будут брать предоплату и скрываться в неизвестном направлении. И бывало так, что мне нужно было выполнить какую-то работу, и я понимал, что не справляюсь вот сейчас по времени. Соответственно, искал исполнителей, на часть работы. То есть, это не передаривание проекта, а обычно просто люди ко мне обращаются по нормальным каналам, не фрилансер. Ну, не то, чтобы нормально, просто по каналам, отличным от фрилансера, на фрилансе нахожу исполнителей, которые частично могут закрыть мои задачи. и бывали люди, которые предлагают работу, где средний ценник, где-то 1020, например, за 2000 сделать работу. В такой момент возникает большое удивление по поводу того, вообще человек в состоянии выполнить все это дело или нет. и тогда я очень много расспрашиваю человека о том, что там все ли будет выполнено. и когда возникает вопрос о том, что ну хорошо, давайте попробуем. Он говорит, ну давайте, мне 50% предоплаты пришлите. Я вот спрашиваю, хорошо, давайте мы заключим с вами безопасную сделку. Про безопасную сделку мы сейчас поговорим. И он говорит, ну я, к сожалению, являюсь резидентом какой-то там Филиппин или какой-то другой страны и карточки у нас, точнее так, у нас не работают безопасные сделки на фрилансе и поэтому присылайте мне напрямую на карточку. Ну хорошо, давайте с Яндекс деньгами с кодом протекции. Это такая штука, которая позволяет зарезервировать сумму и сумма исполнителю будет перечислена в тот момент, когда он ведет специальный код протекции. Соответственно, этот код можно держать до того момента, пока работа не будет выполнена. Он говорит, что нет, тогда так не работаем. Часто очень оказывается, эти люди оказываются кидалами. И я сталкивался пару раз, наверное, с ситуацией, когда там, не знаю, сколько, за все 10 лет погорел, наверное, тысяч на шесть, ну, не больше. Все равно фриланс это некоторый риск, с этим нормально бывает. Бывают также и серьезные заказы, когда дизайнер сделал часть работы, а потом пропал, например. Даже был так, что дизайнер просто взял предоплату и тоже пропал. Поэтому фриланс это некоторый риск, с этим имеет смысл сталкиваться, ну, если вы хотите работать. Как бы никуда. вот, я что-то не дописал. В условиях невыгодной торговли клиенты часто выбирают дешевую рабочую силу. Это значит, что пока человек не расшибется и не получит несколько шишек от того, что выбрал нескольких дешевых исполнителей, ну, его обычно очень трудно убедить в том, что качество бывает стоит дороже. Либо другая ситуация. Клиент от того, что разочаруется несколько раз в дешевых исполнителях или некачественных исполнителях, в данном случае я здесь делаю сравнение, может разочароваться фриланс как таково и больше туда не приходить. Дальше уже нужно работать с всякими тараканами клиента, если таки он встретится нам в реальной жизни, ну, так или иначе с этим приходится жить, с этим приходится мериться. Соответственно, касательно предоплаты тут несколько вариантов. Если все-таки клиент честный и более или менее готов пойти вам на уступки, лучше взять небольшую предоплату в размере там 20-30%, можно даже просто 10% взять для гарантии платежеспособности. Хотя лично я стараюсь находить исполнителя, исполнителя, клиентов, которым можно доверять. Я не очень люблю брать предоплату, просто потому, что мне кажется, что как-то неудобно брать деньги за то, что еще за то, что я еще не сделал. Слэш просоржить. А если заказчик боится, что если он сделает предоплату, вы пропадете, может предложить, то есть, делай половину, я тебе проплачу, как быть? Может быть и так. Вариантов может быть абсолютно масса, и все зависит от клиента. В первую очередь, я бы советовал в первую очередь поговорить, связаться по скайпу, потому что часто очень много решает голос человека, как ни странно. Можно по тому, как он говорит, по тому, что он говорит, понять, насколько он адекватный и стоит ли на такую аферу соглашаться. Бывают правда просто люди, которые беспокоятся за сохранность денег. В таком варианте пожалуйста. И опять же тоже никто не дает вам гарантии, что вы не прогорите при этом. Сделайте половину, а ваше решение не используют. Такие варианты бывают. Ну, что делать? Главное научиться разборчивости и каких-то таблеток, таких вот пилюль, которые решают все вопросы, вы вряд ли найдете. Часто приходится искать все с помощью собственного опыта, пытаться лучше разбираться в людях, в общении с людьми. И я стараюсь с теми людьми, которых не уверен, при общении с которыми возникает какое-то очень странное чувство, не договариваться с ними неформально. Если я сомневаюсь, лучше заключить договор, либо если мы говорим про фриланс, где в принципе можно работать физлицем, лучше согласиться на безопасную сделку. Безопасная сделка на фрилансе существует, на EFL, на weblancer.net и на других биржах труда обычно представляет собой следующую вещь. Клиент резервирует нужную сумму денег на счету фриланса. Вы видите, что эта сумма денег у него на счету присутствует, но при этом вы не можете ее получить. Вы получите ее только по успешному выполнению работы. В тот момент, когда клиент проверил все, вы соответственно и нажимаете на кнопочку принять работу, все, вы получаете вашу сумму. При этом есть некоторые особенности. В случае, если у вас происходят какие-то разногласия, обычно на таких площадках есть так называемая система арбитраж. Это платформа, которая позволяет решать разногласия между клиентом и исполнителем. Поэтому желательно вести все переговоры именно в рамках данного портала, нежели чем в скайпе. Тогда вероятность решения в пользу вас, скорее всего, примет. Потому что иначе переписку может, конечно, подделать, но все равно за недостоверность. пишет, а если заказчик потом не хочет давать код протекции, начинает тянуть, там еще подделай, там дорабатывать, все будет, не переживай. это ваше решение. То есть, сразу говорю, клиенты могут быть очень разные. Если бывают ситуации, когда клиент был, вроде казался адекватным, а потом стал вымораживаться, желательно со временем таких людей распознавать. Бывают ситуации, когда, знаете, это как если бы я нахожусь на женщина находится на восьмом месте с беременностью и задает вопрос, а что делать? Например, да, как бы выборы это два, даже на самом деле чаще один. Я очень за то, чтобы у нас было новое поколение, я очень люблю детей, просто рассказываю, что такие ситуации бывают. То есть, опять же, я могу что-то посоветовать, но я не скажу, что вам конкретно делать, потому что ситуации бывают очень разные, общение с людьми это абсолютно непредсказуемая ситуация, и важно, что научиться общаться с людьми, научиться читать людей, слышать людей, что они говорят, насколько они адекватные, насколько можно с ними договориться. При крупных сделках лучше поберечь себя, крупную сделку каждый сам по себе понимает, для кого-то 5000 это существенно, опять же, когда мы начинаем работать, для кого-то 50, а для кого-то миллион, абсолютно не важно. И для крупных заказов важно все-таки какие-то договорные условия заключать, и желательно, чтобы они были подкреплены юридически. Если нет, то, пожалуйста, это безопасные сделки. В случае, в котором слэш есть, если не хочет код протекции давать, что делать? Вы можете потерять заказчика. Если у вас нет никаких рычагов давления, то, извините, вы сами себя загнали в эту ситуацию. Что можно понимать под рычагом давления? Создавать, если вам не предоставляют доступ к деньгам, предоплате, то тогда имеет смысл делать работу на своем хостинге, делать работу отдельно от заказчика и стараться сделать так, чтобы эту работу не могли использовать в дальнейшем. Максимально. Ну, а если не получилось, то вот вам опыт собственный. Так, читаю комментарии. Также киеви т.д. Заведите карточки у меня целых две. Без проблем вывести рубли. Как обстоят дела на международной фриланс-бирже? Вот, Александр спрашивает, как обстоят дела на международной фриланс-бирже? Стоит ли туда выходить? Какие подводные камни? Какая конкуренция? Тоже обсудим. Я как раз под это дело слайд сделал. Так, будет? Там больше платят. Так, договор, составь, предуплата. Так, сейчас смотрю. За рубежом одни индусы, больше платят и все хотят. Про индусов поговорим. так, поэтому нет проблем. Пытался искать сайты международные, нашел якобы популярные, а они пустые вообще. Посоветуйте сайт по международному фрилансу. Самый популярный сайт по международному фрилансу это odesk.com Ну, ладно, поехали дальше. Расскажу про международные биржи, просто все чуть позднее. Upwork тоже в том числе. Ну, про Upwork я не очень много знаю, скорее про odesk. Больше. Так, про частников в принципе та же ситуация, частники немножко менее, как бы сказать, менее платежеспособные и чаще всего ищут бюджетные решения. Когда несколько раз не наколются, ну, тогда да. Коммуникация интроверция. Интроверция, извиняюсь. Такая уж ситуация, что часто IT-специалисты являются интровертами. Теми людьми, которые не очень любят общение и любят больше выполнять работу. Чем больше вы себя будете лишать гарантии работы в крупной компании за ежемесячную оплату, за штатную работу, тем больше вам, скорее всего, потребуется общаться с людьми. И я тут, опять же, никаких пилюль по поводу того, как бы не общаться с людьми и при этом зарабатывать гигантское бабло, ну, наверное, не скажу. Как вообще просто работать на фрилансе не общаясь с людьми, это тоже интересная тема, потому что в целом, как мне кажется, профессионал это тот человек, который видит детали и тот человек, который видит тонкости, всякие подводные камни. и обычно он про них клиенту сообщает, что будет, если у нас произойдет такая ситуация, а что будет, если вот так будет и так далее. Соответственно, обычно общаться такие все равно приходится, поэтому если вам тяжело общаться с клиентами, лучше, конечно, идти на обычную работу и вообще не парится. Опять же, если на фрилансе не получается пока работать обычную обвозу с ежемесячной оплатой, это хорошее решение, потому что все-таки иногда компании ищут начинающих специалистов и предлагают им условия, не знаю, 20-30 тысяч рублей, те деньги, которые может на фрилансе собрать не каждый, тем более, что современный фриланс это обычно ежемесячная почти коммунальная оплата, ну вот допустим, fl.ru сейчас стоит 1300 рублей в месяц и ваша задача эти деньги хоть как-то отбить. Не такие большие деньги, как в сравнении допустим с Яндекс.Такси, где таксистам нужно каждый день платить 1500 рублей и каким-то образом отбивать свою машину, то есть, если они арендуют машину в Яндекс.Такси, то они по-моему 1500 рублей в день может сейчас меньше платят. А в целом, ну, по опыту общения с некоторыми таксистами я убеждаюсь в том, что где-то больше 4000-5000 в день наверное не заработать. Это если вот прям от рассвета до заката кататься, что может выдержать далеко не каждый. Интроверсия это все же юнгианский миф. Тут знаете все такое под интроверсией кто-то только не понимает. Я в данном случае в нашем контексте буду под интроверсией понимать тех людей, которые являются не то чтобы нелюдимыми, но те люди, которые не очень любят общаться с другими, любят скорее домашний уют, чем какие-то оживленные тусовки, ну и так далее и тому подобное. Соответственно, те, кто больше любит работать над кодом, им не очень подходит общение с людьми. Соответственно, к этому можно относиться по-разному. Во-первых, принять это как свою особенность, что ну вот да, тяжело общаться с людьми, но я такой и ничего проделать с собой не могу. Второе, принять это как за область своего дальнейшего роста. Я считаю, что те качества, которые у нас есть, это не то, что нам богом дано, в том плане, что все дали и мы никак с этим не можем работать. А любое качество, которое так или иначе у нас есть, мы можем видоизменить наше достоинство. Во-первых, ну да, интроверция может быть очень хорошим достоинством, потому что она позволяет очень сильно сосредотачиваться на задаче. С другой стороны, можно работать, развивать в себе более активную позицию жизненную и так далее. Так, дальше, значит, Дмитрий пишет, нужен агент, который тебе будет искать заказы, общаться с клиентами и прочее. Многие заходят почти 50% по стоимости заказов. Проще не спорить. Не хочется общаться с другими, это вариант. Как вариант, пожалуйста, ну, сами представьте, вы можете, во-первых, в два раза больше зарабатывать, во-вторых, при общении с агентом у вас будет несколько испорченный телефон, потому что, если вы являетесь очень профессиональным специалистом, вы будете разбираться в тонкостях работ. Ну, представьте, у вас будет агент, который будет вам искать заказы на 200 рублей, на 500 рублей. Ну, такое это. На начальных этапах работать с агентом, это как если бы каждый житель нашей необъятной страны имел бы себе гувернантку, у него бы была няня, или желательно несколько для детей. Неужели каждый может себе позволить? А, Upwork переименовались на Odesk. Окей. Наталья пишет, есть у брата на работе один парень, за все время от него только одно слово и услышали. Ходит, потупив глаза в пол, зато специалист отличный. Принять как вызов, да, это хорошая вещь, потому что, тьфу, это, опять же, смотрите, самозанятость и работа фрилансером, это очень разные сферы, и не каждый человек, который является очень качественным специалистом, делает для себя выбор в пользу самозанятости. И я не считаю это проблемой, в том плане, что, ну, как бы хочет человек работать специалистом, пускай работает. Лично для меня, ну, как бы, моя перспектива, это из специалиста, самозанятого человека переходить в разряд уже владельца какой-то компании и уже постепенно развиваться в этом направлении. Соответственно, мне навыки коммуникации так или иначе пригождаются. Ну, вот, пожалуйста, я вам рассказываю свои собственные мысли. Так. Ваниль Анис пишет. Это все же очень упрощенное представление. Все зависит часто от внешних факторов. Интроверт в других условиях может повести себя совсем иначе и больше походить на экстраверт. Я тут не буду спорить в том плане, что это терминология, даже не устоявшаяся как таковая. Ну, окей, мы можем говорить там по Юнгу интроверты, можем говорить по Майерс Бейкс, по соционике разбирать всевозможные варианты смотреть, что у нас за префиксы Е или Ай в соционическом типе. Не вопрос. Как бы, мы можем об этом говорить, но это нас не приблизит к сути вопроса, к сути нашего дела. Поэтому я как смог, так в своем понимании описал, что я понимаю под интровертом. Поэтому как бы если вам не нравится такая формулировка, хрен бы с ней. То есть я предлагаю именно такую терминологию в рамках нашего вебинара. Если хотите пооспорить насчет того, что считать интровертом, ну, это такое, мне без разницы, что понимать под интровертом. Главное сейчас говорить про те термины, о которых мы говорим. Ваниль Лунин спрашивает, кстати, на фрилансе ИП имеет смысл делать сразу? Вот такое это. Смотрите, касательно фриланса, значит, если мы говорим, допустим, про тот же EFL.ru, то если вы работаете под договором, то и по юридическому, если у вас есть юридическое лицо, то что это значит? Вы должны минимальную сумму в ПФР выплачивать за индивидуального предпринимателя в размере по текущему году 24 тысячи рублей ежегодно плюс 6% налогов сверх суммы в 300 тысяч рублей оборота в год, если меньше, то пенсионные отчисления полностью все это компенсируют. Если нет, соответственно, 6% минимум, либо 15% от дохода. 6% от оборота удобнее. И, соответственно, вы еще платите комиссию за снятие денег с расчетного счета. Ну и такое, если в сумме для вас это оказывается выгодным предприятием, то окей. Для меня наличие ИП скорее было поводом общения с более крупными клиентами, потому что они привыкли общаться по договору и часто оплачивают работу по расчетному счету. Ну, где-то так. Касательно ООО. ООО, к сожалению, трудно закрыть. Прямо очень сложно закрыть. И, плюс ко всему, я, конечно, так совсем уж про аспекты говорю. Не знаю, как сейчас, но налоговая очень любит ОООшников. Она более внимательно смотрит на отчисления, и если у вас что-то не так, вы попадете на штраф. С ИПшниками обычно попроще. Ну, то есть, впереди, если что, ОООшники. Мы поговорим, может, по юридическому снова всех договоримся. Поехали дальше. По поводу возможности работать на себя. Но это тоже такой миф, в том плане того, что если вы не работаете на дядю, вы все равно работаете на того клиента. Соответственно, да. Так вот, вы все равно работаете на того клиента, который так или иначе вам предложил работу. Поэтому это такое. нельзя вообще полностью работать на себя. Слав пишет, ИПшник рискует только помутнением разума. Ну, даже не знаю, что понимать под помутнением разума. Хотя, в принципе, смотрите, я человек, наверное, уже давно с помутненным разумом. Для меня, как видите, ИП отлично подошло. Так, хорошо. Биржи дешевые работы. В каком-то смысле наша современная российская реальность в плане фриланса представляет из себя достаточно недорогую работу. Можно взять, например, один из примеров. Это биржа удаленной работы в workzilla.com. Обычно стоимость работы там состоит... Средняя стоимость задания это где-то 300-400 рублей. Часто люди готовы работать себе в минус. Там очень жесткий демпинг. и работа текущая на биржах некоторых труда представляет из себя что-то типа Яндекс.Такси. Яндекс.Такси вот уже в который раз снизила тарифы для обычных граждан. Тут, конечно, проблем нету, а вот частным извозчикам и таксомоторным паркам это очень сильно аукается, потому что прибыли становится все меньше и меньше. И люди начинают работать просто от заката до рассвета ради того, чтобы хоть как-то заработать себе. Поэтому это такое. Не все биржи труда оказываются прям очень благодатными нишами. Ну и FL.ru тоже постепенно дешевее, потому что во-первых для создания сайтов уже не нужна такая серьезная рабочая сила, не нужны качественные специалисты, можно сделать все в каком-нибудь доп.мьюз, например, и далеко не каждый понимает качество серьезной сложной верстки. Зачем платить отдельные 7-15 тысяч за верстку какого-нибудь посадочной страницы, если можно за 5 тысяч получить полный сайм. Ну вот, соответственно, необходимость в таких ресурсах, она такая очень сомнительная. Поэтому очень важно подбирать себе работу. Как уже говорил, для простой работы достаточно много откликов. Мне очень нравится заходить на сайт фриланса и выбирать там пункт, отметить только те задачи, у которых меньше двух откликов. И, честно говоря, в моей ситуации это работает. С большим багажом опыта я в состоянии выполнить все больше и больше работ квалифицированных. Соответственно, для квалифицированной работы, для качественных специалистов, для сложных задач конкуренции как таковой нет. Поэтому есть перспектива, есть хорошая перспектива развиваться профессионально. Тогда на фрилансе, дай бог, конечно, будут какие-то решения, и вы можете вполне себе спокойно гнуть свою цену, даже если она оказывается выше среднерыночной. Потому что просто не найдется исполнителей нормальных на фрилансе, которые в состоянии это выплыть. Как ни странно. То есть, с одной стороны, у нас IT-технологии развиваются. С одной стороны, у нас там дофига программистов на этом фрилансе можно увидеть несколько тысяч человек, которые в состоянии выполнить якобы любую работу. А оказывается, что для сложной работы, в принципе, рук это не хватает. Так было всегда. И в кризисное время обычно увольняют не тех людей, которые оказываются безумно крутыми специалистами, а тех людей, которые либо плохо работают, либо являются начинающими специалистами. Соответственно, есть большая выгода в том, чтобы работать очень крутым и хорошим специалистом. Тогда конкуренции вообще никакой не будет. Ваниль на Низе пишет. Не понимаю все эти биржи, если ты хоть что-то умеешь, а вот сама тебя найдет. Тут такое. Я скажем так. Я могу, конечно, высказывать свое собственное мнение, но у меня нет задачи в течение вебинара спорить с кем-либо. Вообще не вижу никакого смысла спорить. Если вам приятна такая точка зрения, я полностью скажу, что вы правы, вы себе работу найдете. Все хорошо. Если как бы по поводу своего собственного мнения, я предпочитаю самостоятельно выбирать ту работу, которой я хочу заниматься. точно так же, как я устроился в Geekbrains. Окей. Я увидел уведомление о том, что на как же называется, на моем круге появилась вакансия JavaScript преподавателя, преподавателя по JavaScript. Я подумал, ну, я хочу у вас работать отлично, я хочу преподавать, мне нравилось преподавать, я хочу продолжать преподавать. Вот я устроился, сам захотел, сам устроился, как-то так. Мне это намного ближе, потому что тогда я отвечаю за качество той работы, которой я занимаюсь, потому что я не уверен, что мне будут подкидывать всегда хорошее решение, всегда хорошее предложение. Поэтому лучше уж я сам найду работу, и это будет лучше. Ага. Все. Отлично. Поехали дальше. Ну и касательно разочарования клиентов. Как и говорил, они долго не могут найти решение сложных задач, потому что простых предложений сплошь и рядом, а вот по сложным задачам да вот фиг. Могут попасться ненадежные исполнители. Опять же, тоже разочаруются. И это, опять же, их могут кинуть, могут кинуть на время, и цена, которую человек устанавливает за решение задач, это совокупность нескольких факторов. Качество работы, скорость выполнения работы, а также это гарантии. Обычно люди платят деньги за гарантию. Да, вы приходите, допустим, в салон покупать, ну, в салон связи покупать телефон, и вам за, там, допустим, 10 тысяч рублей дают гарантию того, что у вас телефон будет в руках. Потому, что бывает так, что давай скинь деньги на карточку, мы тебе пришлем телефон по почте, а приходит в итоге булыжник. И мы, по сути, деньги меняем на гарантии. Чем больше гарантии, тем больше денег того, тем больше гарантии, тем обычно дороже все это дело стоит. Тони пишет, а я зачастую опасаюсь отказываться от заказов, вдруг потом будет меньше обращений. Это потому, что источников поступления заказов мало, выбора по сути нет. хорошая ростка стоит 20 долларов в час, а я пытаться исполнительную цену не влияет. По поводу Тони, отвечаю, касательно страха, вы боитесь отказываться от заказов, потому что у вас мало заказов. Ваша задача обеспечить себя настолько большим количеством потоков заказов, с которыми вы не в состоянии справиться. пускай лучше вы будете постоянно как бы сказать, вы даже не будете успевать отвечать на сообщения, нежели чем у вас будет время для выбора. Соответственно, лучше такую стрессовую ситуацию себя поставить. Это не самое такое экологическое предложение, которое я бы посоветовал, но тем не менее. Лучше, если вы займете активную позицию, как обычно делаю, если я вижу какой-то заказ, в котором потенциально я могу сделать, даже вне зависимости от того, насколько он качественным является. Я просто пишу, окей, я сделаю, оцениваю сразу работу, оцениваю сроки, все, вперед. И в какой-то момент появляется настолько много заказов, с которыми я не в состоянии справиться, если даже я буду не спать. И в этот момент нужно уже отказываться. Вот тогда навык отказа от заказов работает. Репутация исполнителя на цену не влияет? До что я считаю, что профессиональные исполнители, те люди, которые постоянно следят за своим качеством, конкуренции как таковой не имеют. Мы работаем в одной и той же сфере, решаем, как ни странно, разные задачи, но при этом не вижу здесь большой конкуренции. Да. Хорошо. Фриланс это риск, который может быть просчитан. То есть, окей, мы с вами разобрали про то, какие есть особенности, разобрали те проблемы, которые так или иначе могут происходить, но все так же я не говорю, что я вас не призываю к тому, чтобы отказываться от работы на фрилансе. Вам нужно понимать, с каким риском вы работаете. Важно научиться планировать свою собственную работу, не отдаваться на поводу судьбы, абсолютно не рассматривать это. И тогда, когда вы сможете научиться разбираться в людях, научиться с ними общаться, научиться строить правильные технические задания выстраивать, вы будете расти как специалист. Помимо того, как специалист, в то же время у вас будут расти еще и навыки управленца, что позволит вам выйти самозанятого как профессионала, а во-вторых, возможно, если вам захочется сделать какую-то свою компанию. Собственно, ну и самое финальное. Фриланс у нас или за рубежом. Есть разные вещи. то есть, если вы тут стоит определиться, если вы до этого момента не начинали работать на фрилансе, то у вас отличный выбор. Работаете в России, либо работаете в России, СНГ, либо работаете за рубежом. Лучше сразу определиться, что для вас важно. По факту, что там, что там начинать, один фиг. Другое дело, что для того, чтобы начать за рубежом, вам нужно чуть больше знать. В первую очередь английский язык и более или менее умеете общаться с людьми. Если так или иначе вы это умеете, то смело начинайте работать за рубежом, потому что в целом вы будете оплату получать в долларах, в валюте. и соответственно все у вас будет хорошо. Касательно работы в России и СНГ, русскоговорящих странах, то тут немножко более сложная ситуация. Для того, чтобы обеспечить себя тем уровнем заработка, который предлагает зарубежная биржа, вам просто нужно вырасти как качественный специалист. и тогда уже перестанет вот это только в начале оказывается важная связь между количеством знаний и оплатой, потому что обычно есть некоторое нормирование цены для начинающих специалистов. Ну, примерно понятно с чего все начинают, сколько там кто стоит. А со временем чем больше у вас практических навыков, тем больше чем больше сфер вы знаете, тем, соответственно, больше вам будут платить и не всегда это будет связано именно с вашим уровнем навыков. То есть, в какой-то момент можно там уже загибать какие-то пальцы. Не быть, конечно, человеком, который просто козыряет передо всеми или поддаваться, а именно то, что вы даете больше гарантий, и вы за это берете больше денег. Андрей спрашивает. Такой вопрос. Новичку как лучше поступать? Работать заеду на фрилансе и пытаться найти потом заказ или идти в компанию и набивать руку и навык, а после уже пробивать фриланс с определенными знаниями? Все зависит от того, в каком положении вы находитесь и к чему хотите прийти. Если ваша задача прийти на фриланс, и у вас параллельно есть основное место работы, вы можете даже не по сфере, и вы только планируете переобустраиваться, то пожалуйста вперед можете спокойно начинать работать на фрилансе и подрабатывать. В тот момент, когда у вас заработок с работы будет равен заработку с фриланса, и скажем так, в тот момент, когда у вас заработок с работы позволяет вам нормально жить, если вам заработок с работы позволяет нормально жить, То хорошо Если вам нужен чуть больший заработок То вам нужно на фрилансе добиться Тех же условий Которых вы дошли Которые у вас есть на работе И желательно чуть больших А после этого спокойно можно менять работу Вы немножко поиграете конечно в деньгах Потому что откажетесь от одного Источника прибыли Тем не менее вполне себе Андрей пишет На верстальщиков вроде всегда есть вакансия Без особо больших требований Но из-за права не особо большая На самом деле Смотря какой верстальщик Качественный верстальщик получает хорошие деньги Я считаю что человек Имеет право получать нормальные деньги За свой качественный Ну вот Наверное на этом У меня все друзья Это все то что я хотел рассказать Про особенности Выводы делать вам самостоятельно Касательно морали Самое важное Самый важный слайд который хочется сказать Это если вы планируете работать На фрилансе Или планируете становиться Самозанятым человеком То Тогда Имейте ввиду Что это риск выше чем в любой Обычной компании В любой обычной фирме В которой вы устроитесь Но при этом Этот риск сопровождается Большим количеством возможностей Не стоит относиться к фрилансу Как игре в казино Или в рулетке Повезет не повезет Если вы слепо будете относиться К работе с клиентами К общению с заказчиками То Никто не сможет предугадать Ваш уровень дохода Риск такой же Как и на Финансовой бирже Можно играть на форексе Или где-нибудь там еще Каком-нибудь На Рынке акций И при этом И при этом Ничего не получить А даже проиграть Спустить последние штаны Но при этом Можно и зарабатывать Кто-то зарабатывает Кто-то умеет планировать И ваша задача Это идея Идти в сторону Открытия глаз На всю ситуацию Ну что ж Друзья У меня Наверное Все Довольны ли вы Данным вебинаром Как ваши впечатления Расскажите все что угодно Вот все что вы думаете По данному вебинару Я буду вам очень благодарен Если отпишетесь в комментариях Как вам занятие Отлично Александр пишет Александр пишет Нельзя играть на Форексе Там шанс заработать Простому челу Без инсайдерской инфы Меньше 1-1% Кто больше знает Тот больше Соответственно И с этим И зарабатывает Это неудивительно Соответственно задача Не просто новичку Играть тупо на Форексе А постоянно изучать Новую информацию Тот кто ничего не знает Естественно будет проигрывать Это понятно Я не играю на Форексе Но тем не менее Я даже не рекламирую Продолжение сделаем Сделаем Друзья Буду вам благодарен Если вы комментарии Также оставите Либо после того Как запись Станет доступна Здесь на канале Либо Оставите на сайте В любом месте Где только сможете Оставить Я вам буду Безумно благодарен Потому что Для меня Ваши комментарии Это золото Это как сметана Для кота Или как полярянка Давайте следующую Вебинарку Оцену на ферстку Эдопуслуги Ну Это такое Скорее Как устанавливать цены Можем поговорить Но я не думаю Что этого хватит На целый вебинар Но продолжим Да Что-нибудь Придумаем Да Встречаемся Завтра Встречаемся Завтра Друзья И у нас С вами Все Впереди Ну все Я побежал Хорошего вам настроения Всего-всего Самого лучшего Спасибо еще раз За ваши благодарности Я безумно вам Благодарю Тоже Как это Сказать Не взамен Не взаймы Короче Тоже благодарю Пока-пока Хорошего настроения Хорошего дня